Всем привет! С вами Тайм Геймс, и мы продолжаем играть в игру... Ведьма 2. Убить и королей. В прошлой серии мы спасли Сашки. Больше она... Не отравлена. И яд не поглощает её тело. Но теперь нам нужно найти какой-то символ смерти. И для этого нам нужно поговорить с Исидием Бурдоном. Так, отправляемся же. Так, Бурдончик живёт здесь. Опять, наверное, дрыхнет. Так,Исидием элемент. Чё сделать? Хэнцельт думал, что Айдирн – сборище убогих, что мы наложим в штаны, едва его войска перейдут через реку. Зачем он напал на Айдирн? Для Хэнцельта верхний Айдирн – это исконные территории Каэдвенской короны, которые должны воссоединиться с отчими землями. Тьфу! Борзый прыщ! Этот борзый прыщ в чём-то прав. Если почитаешь хроники, то узнаешь, что 300 лет назад эта земля действительно принадлежала Каэдвену. Вилами по бабушке надвое писано. А 700 лет назад тут жили грёбаные эльфы, а миллион лет назад какие-нибудь драконы. Если так посмотреть, каждый король может припереться с армией к соседу и сказать, что имеет на это полное право, потому как какой-то его предок навалил здесь кучу. Ладно. Хэнцельт решил захватить верхний Айдирн. Что дальше? Прибыл, получил в пердак и убыл. Сесиль, мне нужны детали. Какая это битва? Резня самая настоящая. Я, как об этом говорю, всё так и встаёт перед глазами. Не хочу. Во мгле души павших в битве. И они продолжают бой. Они превращаются в отвратительные создания, в драугиров. Айдирнцы, каэдвенцы, люди, эльфы и краснолюды тоже. И нет им ети покоя. Даже после смерти. Я хочу им помочь. Но для этого мне нужно знать, как проходила битва. Ну, раз помочь, тогда слушай. День был погожий. Вандергрифт атаковал после полудня. Первой шла бурая хорукь. Много наших со страху обосрались, как знамя увидали. Но и мы припасли им подарочек. Ночью насыпали огневые валы, а лучники в нужный момент их подожгли. До сих пор не верится, что мы обвели вокруг пальца ихние разъезды. Если б не эта хитрость, мы б с тобой сейчас не разговаривали. Да и не было б никакого верхнего Айдирна, наверное. Здорово мы потрепали бурую хорукь. Но это было только начало. Нас вел Зельдкирк. Всюду, где он появлялся, каэдвинцы отдавали поле. Как глянешь на его доспехи, аж сердце сжималось. И тогда в бой вступил сам Вандергрифт, домоправитель. Он с наемниками прорвал наши ряды. Они встретились с Зельдкирком на середине поля. И Вандергрифт Зельдкирка зарубил. Страшная это была смерть. У-у-у! Наши тут же бросились в рассыпную. Я думал, что это конец. И тут небо обрушилось. Целиком. Будто сами звезды решили отомстить за смерть великого рыцаря. Все поле залило огнем. Бой прекратился. Все бросились спасать свои шкуры. Да. И не было уже ни врагов, ни друзей. Были только живые и мертвые. Говорят, это все из-за каэдвинской чародейки, которая хотела отомстить Вандергрифту. Видно, есть в этом доля правды. Потому сразу после боя Хенсельт ее казнил. Ты видел поединок Зельдкирка и Вандергрифта? Я недалеко от них стоял. В жизни не видал такого поединка. И верно, никогда уже не увижу. Они прежде сходились на рыцарском турнире в Артхарайге. Там Зельдкирк победил. Навешал домоправителю так, что тот даже меч поломал. Другого такого рыцаря, как Зельдкирк, уже не будет. Вандергрифт-то, говорят, после этого турнира так разобиделся, что повесил кузнеца, который ему меч ковал. А потом заказал какой-то особый. У чародея. Ну и верно, и этим новым-то клинком Зельдкирка и зарубил. Вандергрифт мертв. Ты знаешь, что стало с его мечом? Знаю, а как же? Он у Саскии. Вот хорошо. Только ее рука может укротить ту ненависть, что заключена в его клинке. А после битвы, когда пламя угасло, повылезли кладбищенские гиены. Растащили все. А хуже всего, что во всем Айдирне не осталось никакой памяти по Зельдкирку. Брат его плетет, мол, у него перчатки есть. Но верно брешет. Вы отбили знамя Бурой Хоругви? Бурые – лучший отряд Хенсельта. Но ни одна собака от нас не ушла. Домоправитель отправил их на верную смерть и даже подкрепление не прислал. Он был чудовище в людском обличье. Солдаты из Бурой – забияки были. Много наших намолотили, но на каждого Бурова приходилось по семь наших. Так что у них не было шансов. Мы похоронили то, что от них осталось в склепах за Вергеном. И знамя их не там же лежит. Врагов, даже мертвых, надо уважать. Мне понадобится это знамя. Спасибо, Сесиль. Ты очень мне помог. Думаю, я знаю, что мне нужно, чтобы снять проклятие. Госпожа Эльхард говорила, что нужны четыре артефакта. Знамя символизирует смерть. Меч Вандергрифта Домоправителя – ненависть. А вот остальные... Остальными займется Филиппа. Я думаю, она знает, где их искать. Хорошо, кабы так. Опять какой-то нужен нам артефакт найти. Так, где же это всё? Текущее задание. Опять туда. Опять туда. В родные ворота. Субтитры делал DimaTorzok Не, не сюда. Путевоположный, Стохану! Привет! Здорово! 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 Ну а чё я иди, понятно что? Смотри, не выделывайся! Ты мне не нравишься, ведьмак! Ты мне тут... чувак... Опять сюда идти! Шахты! Идём за знаменем! Ну чё это? Шахты, лес? Да, здесь и тот миль был... Это я помню... Ну привет! Чё-то вас дохуя есть! Утопинь это, ты! Утоп... Туп-туп. Посмотрим карточку. Да тут вообще рядом. Ага. Рядом-то. Рядом. Пока тут... ...всякого дерьма... ...на валом. Ну и чё, дрейфанули? Эй! Ларри! Куруй! Подзаборная! Что-то вас тут многовато. Они так и не поняли, в чём дело. Одна есть. О-о-о-о-о. Живая что ли ещё? Ну работаю нахрен! Иди сюда, Марочка! Клёво тебе, да? О-о-о-о. Вот чё! Ах ты падла! Кура гриби! О-о-о-о! О-о-о-о! О-о-о! Что, вообще не по сюда. Через болт она на угол. Уйё! Меня здесь нет, меня здесь нет. Что это, наверх наш? Что за... Них-них, нах-нах, нух-нух. Непонятно. Ну что же, друзья мои. Идём за знаменем. Краснолюдские катакомбы. Так, у меня игни. Наспанье. Мне не хочется что-то драться с этими грузиками. Может мне удастся убежать от них? Кто ты? И чего хочешь? Я Геральт из Риви. Мне нужно знамя Бурой Хоругви. А ты кто такой? Эдхард Хеннесси. Знаменосец Бурой Хоругви. Лучшего отряда из тех, что знала Коэдвенская земля. Может ты меня не помнишь, но я тебя прекрасна. Откуда бы? Я служил в Бурой Хоругви. Лжёшь! Я сражался с этим знаменем под Бренной и под Вергеном. Битва под Бренной. Все Нордлинги плечом к плечу против чёрных. Риданцы под командованием Дерюитра на правом крыле. На левом Тимерия во главе с Наталисом. Прекрасное зрелище, не правда ли? Давайте попробуем гадать. Там, наверное, ничего хорошего не было. Ошибаешься. Риданские полки заняли место на левом фланге. А Тимерцы встали в центре. И то верно. Возможно, ты говоришь правду. Спроси что-нибудь ещё. Скажи мне, ты должен это знать. Кто возглавлял войска Нильфгарда в битве под Бренной? М-м-м. Маркус Брайбан. Эл-а-элан Траге. Траге. Мэнно Куэго. Мэнно Куэго. Ну это точно не Маркус. Маркус какое-то имя. Более современное. Эл-а-элан Траге. Или Мэнно Куэго. А давайте наугад. Мэнно Куэго. Я начинаю тебе верить. Мэнно Куэгоорн. Гонщий пёс Нильфгардской своры. Великий полководец. Он ещё не раз пустит нордлингам кровь. Ты согласен со мной? Блин. Вы наверное его кончили там? Смерть не пошла на пользу твоей памяти. Кайгаорна нет в живых. Под Бренной он и погиб. Ты очень проницателен. Не дал себя провести. Я сам из Бурой. Может быть ты и сражался под Бренной. Это было давно. Я мог тебя и не запомнить. А вот под Вергеном совсем другое дело. Я не отвечаю за то, что стало с твоей памятью. Ты прав. После смерти память начинает подводить. Стыдно признаться, но я забыл, кто командовал армиями Кайдвена и Айдирна в битве под Вергеном. А ведь это был самый важный день в моей жизни. Последний. Будь так добр, напомни мне. Ну вот об этих же упоминалось. Вандергрифт и Зельдкерк. Зельдкерк со стороны Айдирна и Вандергрифт с нашей стороны. Хорошо. Не каждый об этом знает. Обычно думают, что войсками командовали короли или чародей. Ты наконец поверил мне. Я поверю, когда ты мне объяснишь, как тебе удалось выжить в битве под Вергеном. Да ёлы-палы. Зельдкерк даровал мне жизнь. Ты лжёшь. Иди с бурой хорогами, поэтому ты умрёшь. Ну чё, отвечал, блин, отвечал, вообще не то. Нахрена отвечал? Да ты смердишь. Козёл ты. Подохни сейчас. У тебя одного ублюдка. Одним ублюдкам ещё меньше было. Ну вот так вот. Кончилась твоя смертная жизнь. Упыж. Упыж. А призраков того тебя убивать не хочу. Совсем. Не нравятся они мне. А куда ты? Так. Выбираемся отсюда. За нами гонится целая свора призраков. Целая армия. Так. Теперь нам нужно поговорить с Филиппой. Ну что ж, бежим. Так. Где тут? Вот кто-нибудь. Так. Давайте-ка уберём. Свой меч. Блин. Так. С Филиппой, с Филиппой. Пойдём разговаривать с Филиппой. Пойдём разговаривать с Филиппой. Пока. Чтобы будет пупец. Всегда. Увидимся. Продолжение следует. Парал. Парал. Взял. Парал. 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 Взял. Парал. Парал. Продолжение следует... Филипп, а ты чего все время дыхнешь? Ты хотел поговорить? Конечно. Я готов снять проклятие. Все артефакты у меня. Тогда за дело. Мне понадобится твоя помощь, чародейка. Я должен найти подходящие души. Они сами тебя найдут. Их притянет аура артефактов. Впусти в себя их мысли, их слова, их волю. И ты поймешь, что делать. Геральт, есть кое-что еще. Я сканировала поле битвы и наткнулась на душу дома правителя. Он отличается от других. Он изменился. Драук. Этого я и боялся. Да. Удачи, ведьмак. Принять участие в призрачном битве в новом гле. Ужас. Что нам, бойцы? Обратно пили. Так. Возврат. Ну что ж, поперли. Смотри, не выделывайся. Сами. КОНЕЦ Что-то на меня молчанка напала Жду серьезной битвы Ну что же, ребята, вы мне не поможете? Нет, конечно, не поможете Где-то мне одному разгребать это дерьмо Какое-то задание провалено Вау Это что было такое? Тепло Хорошая осень Антоновка подоспела Эх, не нам ее срывать Сейчас будете вражьи головы срывать А чего мы ждем? Ай да резать коэтменских суп Еще не время Иногда я и не помню, за что мы сражаемся Могучие короли без войн никак обойтись не могут Так пускай бы Димомент с Хенсельтом на твердой земле сошлись И решили бы все, что нужно Мой Шурик продал из коэдвены Нормальный мужик Я там бывал как-то на ярмарке Товар мне продали хороший, да и дешевле, чем у нас Заткните глотки, мать вашу! Кэдвенцы, животные! Знаете, что они сделают с нашими бабами, если мы дрогнем? Они пришли сюда грабить и жечь нашу землю Так что мы, сами ее отдадим? Вперед, сучья семя! Нет, ждать сигнала Хватит медлить! Молчать! Лучники! Стрелы поджигай! Цель в первый вал! Вперед! Хватай вражде знамя! Победить Кэдвенского знаменоносца и отнять у него знамя Вперед! Знамя захватили. Они перестреляют нас, как уток. Надо предупредить штат. Это засада. Без подкрепления мы не справимся. Я должен их предупредить? Нет, княжната Сифилис. Давай живо, пока нас не перебили всех до единого. Я не дойду. Это мой первый бой. Я первый раз убил человека. У меня руки в крови. Доложить командиру, что Знамя попало в руки врага. Прячься! Стрелы! Вау! Прекратить обстрел! Это наши! Господин генерал, бурая хорубь попала в засаду. Мы не прорвемся. Кажется, твои разведчики осматривали поле битвы, капитан. Так точно. Должно быть, они выкопали рвы ночью. Днем поле было чистое. Ночью госпожа Глевисик вела наблюдение при помощи магии. Каждому разведчику десять ударов. Каждого третьего полезить. Генерал, нам нужна подмога. Не будет подмоги. Разбирайтесь сами. А ты, Глевисик, С тобой я рассчитаюсь после боя. Король узнает о твоих делах. Сражения выигрывают или проигрывают? Полководцы не чародейки. Учти, я тоже подам рапорт. И... Разговор окончен, Гитма. Пора побеждать! Господа офицеры! Отправляйтесь к своим частям! Мы идем в бой! Может, ты и окончил разговор, но я еще нет. Саша... Саша... Надо весь век. Надо весь век. Чем тебе помочь, Сабрина? Мое положение при дворе Хенсельта под угрозой. Кроме того, если Вандергрифт выиграет битву, ничто не помешает Хенсельту захватить верхний Эддирн. Равновесие сил на севере будет нарушено. Что ты собираешься делать? Я обрушу огонь Мелгора на поле боя. Убью Вандергрифта и ослаблю обе стороны. Применение неконвенционного оружия наказуем? Я понимаю. Гегемония Хенсельта помешает планам ложи. Мы поможем тебе, но помни, в случае неудачи ты можешь надеяться только на себя. Да. Это все, на что вы способны? Быстро же вы дохнете. Кто из кайдвенцев выйдет против Сельдкерка из Гулетты? Победить генерала кайдвенской армии! Да, за крутых-то круто играть! Кайдвенец! Вообще, влёгка! Дают нам за тупо поиграть. Зону терминатор. Домоправитель. Я всегда хотел с ним встретиться. Отступись, дух. Я не упущу возможности вызвать в Андергрифта на поединок. Он тебя убьёт. Зельткирк не боится смерти. Если ты погибнешь, твои солдаты будут умирать каждый день. Без конца. Отойди, это работа не для рыцаря, а для ведьмака. Я делаю это ради моих людей. А вот теперь-то нам уже нужно с нами сражаться. Так, и в ней. Так, и в ней. Ого! Ты меня подвёл! Кто ты? Я! Твой кошмар! Мать твою! До Симкиконы пришли! Твой кошмар! Будучи! Тебя кучи! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...